приветствую вас на канале гаражный бездельник сегодня мы будем калибровать довольно популярный балансировочный станок станка import st200a популярный он потому что он наиболее дешевый и наиболее надежный хорошая крепкая надежная рабочая лошадка необходимость калибровки возникает в тех случаях когда станок меняет свое местоположение прописку так сказать тогда когда у него появляются непонятки в показаниях ну и периодически хотя бы раз в сезон процесс калибровки занимает буквально одну минуту поэтому не ленитесь это делать чтобы откалибровать станочек нужно взять колесо как указано в инструкции среднего размера то есть не надо брать гигантские и не надо брать самые маленькие у нас колесико 14 радиуса диаметра приступаем прежде всего ставим колесо на вал вал нужно держать всегда смазанным не жалейте обычное моторное масло как говорится у хорошего шиномонтажника подвалом балансировки всегда лужа масла чем чаще вы можете тем дольше он прослужит тем дольше не износятся поверхности конусов и сам был соответственно и гайка тоже прослужит дольше еще важно чистота вот этой поверхности станка то есть не ленитесь чистите еще точкой обдувайте воздухом а также важно вот это привалочная чистота привалочной плоскости диска особенно этим грешат литые диски здесь очень много этих окислов ржавчины этого цветного металла прям такая слоистая грязь которая со временем отваливаться и колесо получается на долю миллиметра стоит не так и балансировка здесь уже бессмысленно ставим колесико балансируем его колесико по возможности нужно выбрать чем ровнее тем лучше для правильной калибровки после установки колеса нужно ввести параметры всего у нас четыре параметра первый параметр это расположение грузов для калибровки нужно выбирать колесо со стальным диском с обыкновенным расположением грузов то есть ни один вот этот индикатор гореть не должен это стандартное положение поменять его в процессе работы можно вот этой кнопочкой алю то есть однократным нажатием у нас меняется схема расположения грузов это статический дисбаланс то есть тогда когда статическая балансировка то есть когда груз вешаться один посередине диска ну это мотоциклетные колеса и какие-то такие где невозможно поставить грузы по краям значит следующее однократное нажатие вот схематически показаны расположение грузов иные вот самый популярный пожалуй для литых дисков и следующее нажатие когда ни один не горит это стандартное расположение грузов следующее вот схематично нарисована стрелочка и буква а это расстояние от станка до первого левого груза внутреннего груза линеечкой вы прижимаем к диску 6 кнопочки вверх-вниз 6 а 6 вот она а следующая у нас ширина диска ширина у нас пять с половиной крон циркулем померили ввели ширину вот она б вот схематически показано что это именно ширина б пять с половиной б пять с д диаметр 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 у нас 14 вот схем как вот буква д 14 все больше ничего нажимать не нужно все четыре параметра введены балансируем колесо отбалансировано приступаем к непосредственной калибровке начало калибровки нужно нажать f и c две вот эти кнопки одновременно долгое нажатие не отпускаем нажимаем и не отпускаем в некоторых разновидностях этого же станка бывает что вот эта надпись калибровка калибровка она мигает то есть нужно дождаться когда это мигание прекратится держать эти кнопки в моем станке она сразу не мигает отпускаем теперь запускаем станок появилась надпись от 100 и правый индикатор горит то есть наружная сторона он просит повесить груз 100 то есть вместе со станочком в комплекте шел калибровочный груз весом 100 грамм ставим его на наружный борт колеса в любом месте дальше запускаем станок все процесс калибровки закончен калибровка закончена внутренний борт калибруется в автоматическом режиме без участия работника все забираем грузик готово сам этот станочек станка импорт ст 200 довольно надежный единственное что следите за балом за его износом износ вала и внутренней поверхности конусов вот как раз и зависит от того как тщательно вы будете очищать и смазывать вал ну расходный материал быстросъемная гайка так что рекомендую прекрасный станочек за свои деньги ни разу не подводил на этом заканчиваем всем пока лайки и репосты приветствуются спасибо за просмотр! и Продолжение следует...